уважаемые друзья товарищи рыбаки всем крепкого здоровья я сегодня прибыл на местный водоем прибыл сегодня туда где рядом подходит теплая вода с гидроэлектростанцией здесь большое количество домиков лещовых вот люди сидят на постоянной основе всю зиму и целенаправленно ловят эту рыбу ну и собственно говоря я сегодня пришел сел четко на русло оно у меня было зарисовано в охолоте ну и сейчас буду потихонечку начинать разбуриваться закармливаться и ловить а Вот, ребята, вот такие вот домики здесь стоят с печками. Все люди приходят, залазят, застапливают печку и спокойно рыбачат. А вон там, дальше тепло, да? Ну вот это аккуратненько пробудем все между домиками по руслу как раз и закормим и будем ловить. Вот, ребята, смотрите, какие домики. То есть тут труба, идет дверка с окошечком, там где лунки тоже идет окошечко, там пол видно, теплый. Все чин по чинам. Такое вот лещевое жилище, тоже смотрел, отверстики, ручки для переноски и таких домиков тут много. Насыпал пол пакетика прикормки. Сейчас сюда же добавлю воду и в пакете все перемешаю. Так, ну, наверное, нашли рубалку черта. 0,78 граммов самодельной. И лесочка у меня идет здесь. 0,128. надо менять удочку потому что на черта как-то плохо взял ребята руки камеру подводную пришел на самую дальнюю лунку и вот здесь вот пасется подлещик висорожка тут тоже есть там вдалеке видите подлещик дорогой сейчас подойдет поближе это хорошо это прям радует и очень сильно вселяет надежду на поимку этой рыбы поедет такое мне нравится какая красавица поймал парочку хороших сорожек на нимфо шарик в весе 0,37 грамма сейчас попробую сносить загонялкой маленьким чертиком что такое догонялка в моем понимании это отдельный отдельный поводочек на основной леске с крючком на крючок надет белый силиконовый шарик вот он внизу чертик чертик в данном случае идет очень маленький в весе примерно 0,25 грамм то есть совсем-совсем-совсем мелкий попробуем обычно на эту снасть сорожка откликается очень-очень хорошо что-то мелочь какая-то ну как-то нормально сорога причем на черта клея ну так это . Субтитры сделал DimaTorzok 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 учета не подпал от еще раз чё ты не под палатку просверлил я пришел и пробурил 10 лунок большим кругом чего еще раз нет я не вижу что тут лунки здесь лунка здесь лунка там лунка здесь лунки были я там пробурил а зачем потому что там не было ну а чё давай щас пробурю давай 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 я тебе наявлю вдоль хребта понял да я понял тебя ну давай другу вот такие ребят люди самое интересное в этой ситуации то что этот горе рыбак пришел в 12 часов а я пришел сюда в 7 утра то есть в 7 утра я пробурил лунки я видел то что есть старые лунки какие-то я специально туда не полез я пробурился где-то в 10-12 метрах от этих лунок поставил флажок и все это дело закормил и начал ловить вот этот рыбак пришел в 12 даже в первом уже часу прекрасно видел о том что у меня здесь стоит флажок получается его это не остановило он пробурился сколько для него не знаю метров на 10 то есть точно вот все сел и начал выжидать пока я приду к этой лунке чтобы кидануть мне вот это вот предъяву вообще не обоснованная какая-то дурацкая тупая предъява которая вообще ну вы понимаете да зачем ты пробурился рядом с палаткой так это не я пробурился рядом с палаткой это ты поставил свою палатку в общем ребят произошла такая достаточно типичная ситуация рыбацкая я пришел сегодня рано утром на водоем в седьмом часу забурил десяток лунок причем бурился старался буриться в тех местах где рядом нету вот таких непонятных каких-то бугорков на льду чтобы то есть но тут я уже тогда знал о том что может кто-нибудь прийти и начать предъявы всякие кидать поэтому разбурился по чистогану то есть там одинаковом там расстояние от домиков на удалении там минимум 10 метров от каких-то там старых буренных лунок вот ну и в конечном итоге вы сами видели что получилось ну какой-то вообще неадекватный мужиком у него видимо это с утра сегодня настроение не задалось вот он решил оторваться на мне вот там до палатки было ну минимум метров 10 можно даже 12 вот ну что-то начал какие-то предъявы кидать забулись еще поближе ну и сказал давай забури еще очень ладно будем сейчас продолжать рыбачить адреналинчика конечно эта ситуация прибавила но по большому счету мне такие ситуации вообще не нравится почему потому что я прихожу на рыбалку для того чтобы наслаждаться тишиной наслаждаться природой наслаждаться тем что нету никаких конфликтной ситуации и так далее вот но сами видели какие персонажи появляются на горизонте и ситуация резко меняется тем не менее сейчас будем с еще большим энтузиазмом ходить по лункам и трясти свои мормышки я думаю что нам повезет вот посмотрела я нескольких лунках на подводную обстановку на некоторых луночках рыбы нет вообще на некоторых лунках вот какой допустим на этой жесткая муть и вообще непонятно кто там то ли там лещи то ли там сорожки плавают то есть как бы непонятно не видно вот в некоторых уже конкретно так подъеден корм и были видны подлещики и причем такая интересная ситуация подлещик подплывает ест потом уплывает непонятном направлении тут же налетает плотва побаивается она его немножко видел но самое главное то что рыба под лунками есть это радует это вселяет оптимизм на то чтобы дальше продолжить рыбалку и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нормальный, кстати Эх, кто убежал, блин, собака Хороший был В общем, ребят, пришла пора Подводить итоги сегодняшнего дня Основная мормышка, на которой был пойман сегодняшний улов Это был нимфошарик в цвете ручейник В весе 0,37 грамма На эту мормышку у меня сегодня сошла достаточно хорошая рыба Где-то в районе килограмма Также вот эта рыбка была поймана на колокольчик Александра Зайцева В весе 0,6 грамма Ну и немножко белого сорока Садались достаточно хорошие такие рыбки Сегодняшняя рыбалка была по-настоящему трудовой То есть сначала надо было подобрать мормышку На которую рыба начала более-менее реагировать А потом надо было подобрать проводку На которую рыба на эту мормышку будет более-менее с аппетитом клевать В общем, вот такая рыбалка прошла у меня сегодня на домашнем водоеме Не сказать, что густо, не сказать, что пусто В принципе, нормально На поклевке насмотрелся свежим воздухом, надышался Чего и вам всем желаю У меня на этом все Берегите себя Не хвастанье чешуи Увидимся с вами в следующих видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok